Музыка Хотела бы сказать, по какому поводу мы сегодня с вами собрались. Сегодня мы присутствуем при вручении сертификата в соответствии с стандартом ИСО 55001 управления активами. Для вручения этого сертификата к нам приехали почетные гости. Я сейчас вам их представлю. Руководитель программы разработки стандарта ПСАИ ИСО, секретарь технических и проектных комитетов ПСАИ ИСО, господин Чарльз Кори. Давайте поприветствуем. Чарльз Кори с 1992 года руководит разработкой и выпуском таких семидноизменных стандартов, как менеджмент качества, менеджмент активов, менеджмент охраны труда и производственной безопасности, а также принимает участие в координации стандартов менеджмент рисков, экологический менеджмент структуры высокого уровня, жизнестойкость организации, умные города и другие стандарты строительной отрасли. Чарльз Кори с удовольствием согласился приехать сегодня на наше мероприятие, чтобы торжественно вручить нам сертификат, на что ему большое спасибо. Второй наш гость – это представитель, генеральный директор российского представительства компании «Дельсайм» и «Сартификационной компании» господин Ярцев Дмитрий. И еще один представитель компании «Дельсайм» – пикулер Алексея, директор по продаже российского представительства «Дельсайм». С нами здесь еще консультанты. Компания «Простой.нет», которая оказала нам большую помощь при предсертификационном аудите, при консультировании для получения этого почетного документа, сертификата. Это компания «Простой.нет», ее генеральный директор Ноздрина Оксана. Это директор по развитию компании «Простой.нет» Спортцов Дмитрий. И руководитель проекта «Доккин» Алексеев. С нашей стороны я представлю заместитель генерального директора, директор по производственным операциям Артемий Владимирович Порисович. Это наш главный человек, который, скажем так, санкционировал, который возглавлял, который дал добро, который вел все это время нашу компанию к тому, чтобы мы пришли к получению такого почетного международного документа, как сертификат соответствия стандартам. Я бы хотела для наших гостей сказать, что очень значимо, что мы сегодня вручаем этот документ, и это совпало с очень большим, очень существенным компанией, компанией с этим событием. Оно для нас значимо, оно для нас весомо. Мы каждый год, к концу года смотрим эти показатели, добиваемся их. Я с удовольствием сейчас передам слово Владимиру Порисовичу, чтобы прононсировать это событие. У нас сегодня в компании значимое хорошее событие. Мы добыли 100 миллионов тонн по состоянию на 10 число. На земном шаре мало стран, которые добывают по 100 миллионов тонн производственного скопаемого. Мы одной компанией смогли это сделать. Поэтому вручение торжественного сертификата в соответствии наших процессов совпало приятным образом с той датой, которой мы, по большому счету, посвящаем свою работу многие жизни. Поэтому это совпадение, наверное, хорошее. Мы тому рады. Я предлагаю наше событие 30. На достижении результата принимали участие все специалисты, которые присутствуют. Прежде всего, это специалисты главного направления, штаб нашей отрасли. Главный механик нашего предприятия – Бутоволин Андрефакевич. И наши занесители-специалисты по всем направлениям. Ну и, конечно же, мой занеситель – Ирина Петровна Бородайко. Приступим? Да. Ну, я хотела бы небольшое-небольшое сделать вступление для того, чтобы для всех собравшихся коллег, наверное, сказать о том, ну, и для наших гостей, сказать о том, насколько события, которые сегодня происходят, важны для компании СОЭК, потому что мы к нему шли долго, мы к нему шли давно. Компания существует уже теперь более 15 лет. И с самого начала его существования мы понимали, что активы – это то основное, чем располагает наша компания. Это то, чем мы должны уметь пользоваться максимально, с максимальной отдачей. Это то, чем мы должны уметь управлять. И поэтому работа над тем, чтобы формировать систему управления активом, учета активов, велась с самого начала создания компании. На определенном этапе, когда мы достигли уже определенных результатов, было принято решение о том, что мы хотим подтвердить свой уровень именно международным требованиям. И компания СОЭК выбрала в качестве сертифицирующего органа компанию BSI, как международную организацию, которая известна по всему миру тем, что она выдает сертификаты соответствия стандартам СОЭК. И летом этого года мы проделали большую работу с участием наших регионов. Ездили представители, аудиторы компании BSI в наши регионы, проводили проверку. Мы ее успешно прошли. И сегодня мы как раз горды тем, что компания BSI готова вручить нам сертификат соответствия, подтверждающий о том, что у нас в компании, в компании СОЭК, построена система управления активами на уровне всех необходимых международных требований стандарту 5500. У меня несколько ролей, и роль в связи с которой я здесь нахожусь, прежде всего, это моя роль как секретаря технического комитета международной организации по стандартизации, который разрабатывает стандарт по управлению активами международных. И вторая моя роль заключается в том, что я также представляю BSI, и я отвечаю за разработку многих стандартов BSI. Если говорить о моей работе в международной организации по стандартизации, то я не только занимаюсь стандартами управления активами, но я также отвечаю за разработку такого известного стандарта, как ИСО 9001, управление качеством. И мне очень приятно, что, оказывается, вы не только менеджмент активов используете стандарт, но и все другие стандарты к отношениям к разработке которых я имею с 92-го года и отвечаю за их выпуск. Очень приятно видеть такую компанию, которую используют это максимально во всем направлении. Когда мы рассматриваем стандарты по качеству ИСО 9001, Мы всегда понимали, что это хорошо для управления процессами. Мы прежде всего рассматриваем ценность такого стандарта, исходя из управления процессами. И также мы всегда рассматриваем ценность этого подхода для охраны окружающей среды и обеспечения безопасности сотрудников. Но по какой-то причине эти три стандарта используются без менеджмента активов, поскольку это является самостоятельной дисциплиной. И для специалистов ясно, что если вы не занимаетесь менеджментом активов, то все остальные стандарты, они используются без максимального эффекта. Они не дают максимальный эффект без менеджмента активов. Именно этот стандарт является своего рода пятым элементом для работоспособности всех других дисциплин. И когда вы используете стандарты СО 55000, он помогает вам максимально систематически получать все выгоды от тех активов, которыми вы обладаете. Мне очень приятно, что такая крупная компания, как СУЭК, сделала эту большую работу, в какой-то степени он чувствует причастность к этой работе, поскольку он создавал этот стандарт многие годы. Он видит, что теперь люди им пользуются и получают от этого выгоды. Потому что это значимое событие начать использовать этот стандарт. Систематический подход, он в принципе предполагает, что мы должны все стандарты использовать вместе друг с другом. Мое личное мнение, что направление активами это как раз самый главный кирпичик, который наверху нашей системы находится и образует ее. С точки зрения моего комитета, мы recently разработали веб-сайт в русском языке. Сейчас выпущен веб-сайт на русском языке по управлению активами. Это произошло только в субботу. И я хочу спросить Ваше разрешение, можем ли мы на этом сайте разместить информацию, что в России такая крупная компания провела внедрение и сертификацию, и показывать это по всему миру как хороший пример, успешный пример. Вовлекаете всю команду и сейчас говорите об усилиях всей команды в достижении такого результата, поскольку мы знаем, как сертификация не просто проходится. И учитывая вот этот всеобщий вклад и Ваше отношение к этому, мне особенно приятно вручить этот сертификат Вам. Мы знаем, что получение сертификата это не финальный процесс, а это на самом деле начало пути, где Вы с одной стороны проделали большую работу, но еще больше работы предстоит теперь в Вашем ежедневной деятельности. Это не начало, это не конец. Вы сделали много шагов вперед, но еще больше шагов в дальнейшем. Я желаю Вам успеха в том, чтобы использовать эту систему в дальнейшем. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ОПЛОДИСМЕНТЫ Моё официальное ответное слово будет абсолютно следующее. Моё официальное ответное слово будет следующее. Действительно, в 20-ти тысячной компании построить процесс управления производственными активами дело непростое. Indeed, it's not a simple task to establish proper management procedure, the system in place within the company that employs over 35,000 staff. При всём том, что наша статистика показывает, что у нас более 60,000 объектов внимания, к которому мы прикасаемся. Especially with respect to the fact that we got about 60,000 items and production units that we initially touch within our production process. И когда мы 10 лет назад начали работу по осознанию, как огромным этим хозяйством правильно управлять... So, 10 years ago, we bumped into a situation whereby we started to face the problem how to control the whole thing. Мы не ставили себе задачу получить сертификат соответствии. Мы думали о том, как начиная с технической политики, которую возглавляет непосредственно технический директор и разрабатывает технические политики. Продолжая эксплуатация машин-механизмов, и этот процесс возглавляет у нас руководительное управление главной механик компании. Как впоследствии правильно распоряжаться техникой, машиной, нашим активом. И не тратить лишних деньги на ее поддержание, когда это делать уже не надо. Прошло 10 лет. Это было 10 лет, я думаю. Появилась идея проданный путь оценить. Мы обратились к вам, и вы нам подтвердили, что мы сделали в этой жизни что-то такое, что ценно для управления. И нам этот сертификат соответствия и приятный, и достойный. Этот сертификат сертификат – это both a pleasure and an honor for us. Спасибо вам за вашу проделанную работу по нашей оценке. Компания СОЭК ставит себе амбициозные задачи. СОЭК имеет амбициозные задачи. И ставит задачи выше работать и лучше национальных стандартов. Превышать международные показатели признанные. И учитывая, что сегодня у нас события по добыче 100 миллионов тонн в компании, хочу с гордостью заявить, что за этот только год, 2017, обсловлено в компании 17 международных рекордов по производительности труда. Генеральный таск, который мы следуем, это обменить 100 миллионов тонн в году. И я должен предъявить, что только в 2017 году мы смогли установить 17 рекордов, которые связаны с производительностью и продуктивностью. Соответственно, это совместный результат деятельности всех специалистов и организованных наших трудно-рабочих. Ещё раз спасибо за оценку нашего труда. Еще раз спасибо за оценку нашего труда. Я хочу предоставить ещё слово федеральному директору российского представительства компании «Бесаль» Дмитрий Иванович. Уважаемые коллеги, я поздравляю вас ещё раз с получением сертификата. И тоже ещё раз отмечу, что не в сертификате, конечно, дело. Это важная и приятная вещь, но самое главное – это та работа, которую вы проделали и которая будет служить всему коллективу долгое время, если не сказать навечно. Это работа, которую можно совершенствовать, но сейчас заложены такие основы, такая системность, которая позволит делать улучшения на регулярной основе. Для меня очень гордо то, что именно в нашей стране такая крупная компания эту работу проделала, и Чарльз не случайно хочет ваш пример именно использовать на международной страничке технического комитета Международной организации по стандартизации и по управлению активами, поскольку этот пример беспрецедентный, и этим примером нам всем удобно будет оперировать, демонстрируя, что такие компании достигают результатов и ведут системную работу в этом направлении. Мне очень приятно, и мне в этом смысле было удобно и легко пригласить Чарльза в Россию. Он человек, которого трудно куда-либо пригласить, поскольку его график расписан как минимум два года вперед. Последний раз мы с ним встречались в 2015 году. В декабре прошлого года мы договорились о том, что он совершит визит в Россию, и летом мы подтвердили, что у нас есть для этого веские причины, поскольку будет получен первый и очень весомый сертификат по системе управления активами. Поэтому Чарльзу очень приятно здесь быть, потому что он действительно видит вклад свой, он чувствует результаты своего труда и он видит, как люди относятся к этой теме. И он, как очень благодарный человек, будет рассказывать об этом опыте и о нашей стране, о самых позитивных красках по всему миру. Я считаю, что такие моменты очень важны в наше непростое время, когда есть мостики, которые соединяют народы, людей, несмотря на различные разногласия по, допустим, политическому направлению. С этого момента люди, пожалуйста, то, что он все сказал, для Чарльза, что он из нас. Я бы хотел сказать, что вы получили не только сертификат, но это не только сертификат, но и все еще и все. Спасибо еще раз и еще раз примите поздравления от российского офиса BSI с этой большой проделанной работой. Мы очень признательны всему коллективу за ваше отношение к тому, что сделали. А я правильно понял, что вы в компании BSI и разрабатываете сертификаты? Я уверен, что ваша компания BSI в charge of development certificates? Мы разрабатываем стандарты, по которым выдаются сертификаты. Изначально BSI — это институт британских стандартов. Таким образом, мы долгие годы работали с гостами в России. Он имеет в виду гостандарт. В факт, гостстандарт participated in developing 55,000. Можно сказать, что госты принимали участие в развитии стандарта. Представители гостстандарта принимают участие в разработке. Как работают сертификаты? БSI — это отдельная дивизия. Он в другом дивизии от меня. Я в создании стандартов. Я пишу стандарты, а сертификаты — сертификатами занимается мой коллега. Это другое подразделение. То есть тот, кто сертификаты делает, он следует стандартам анти-правил, который мы разработаем. То есть разрабатывается стандарт, например, правил по сертификации. И то есть уникальный аспект, который компания, как БСИ, приносит в этот процесс. И уникальный аспект, который компания, как БСИ, приносит в процесс сертификации. Таким образом, мы осуществляем деятельность. Еще раз подчеркнуть, что Дмитрий упомянул о беспрецедентности событий, которые происходят. Оно связано с тем, что компания СУЭК не только первая в России, но и первая в СНГ получила вот этот сертификат в соответствии стандартам 55-1. И, конечно, мы можем этим гордиться. И я хотела бы предоставить слово нашим коллегам, которые помогали нам на этом пути при получении сертификата. Директору по развитию компании Простой в Точке Нет, Скворцову Дмитрию. Я хотела бы дать мистер Скворцов, который участвовал в целом. Дмитрий Иванович. Спасибо большое за представление. Коллеги, во-первых, спасибо, что вы нас пригласили. Дмитрий Иванович, спасибо за пригласить нас, накормили нас. И у меня такая небольшая торжественная вещь, поэтому я встал. Она называется «Первый из лучших». Моя речь называется «Первый из лучших». Мы, как одно из дополнительных деятельностей компании, наши, как простых нет, мы занимаемся изучением опыта других компаний. Наша компания называется «ноу-даун-тайм». Это как это переводится в России. Таким образом, в нашем скопе работы мы рассчитываем опыты других компаний. в результате этого обследования многие компании действительно считают себя лучшими водорослями. В результате этого обследования многие компании считают себя лучшими водорослями. Но компания SWEG удалось опередить эти компании и стать первой компанией в СНГ, которая получила международную оценку. SWEG managed to overtake all participants и получила первую цену в России в СНГ. Собственно, это построительная часть. Таким образом, это часть. Таким образом, это часть, где я наградую компанию. Но хотелось отметить, что многие из этих компаний, которые вы опередили, они вкладывают большие ресурсы, проекты, покупку новых систем автоматизированных. Я должен отметить, что компании, которые я уже говорил, они получили много денег и инвестирования в новые системы. Но компания SWEG удалось построить именно свою систему управления практически с использованием своих ресурсов, внутренних ресурсов компании. SWEG was the one who managed to build up its own management system based on the experience. И, собственно, заслуга в этом руководстве компании и методической поддержке, которую люди занимаются внутри компании. I think it is due to the company and the guideline resources and people who are in charge of that within the company internally. в этой связи мы как образовательная компания с этой точки зрения мы с радостью готовы помочь вам в развитии своего персонала как системное управление производственными активами в компании. We are an educational company and we are happy to assist you in this scope of activity. получение сертификата, как вы знаете, это некое еще обязательство. So, as you may know, when you get the certificate, it also brings some liabilities into life. каждый год вы должны подтверждать что ваш система управления промышленными активами развивается. From now and so on, on an annual basis you should confirm that your management system or the system of management your assets is improving annually. мы желаем вам еще раз встретиться в таком составе для получения подтверждающих сертификатов и заболеваний. We will wish you other meetings like that in the next and upcoming years to confirm your certificate compliance. Спасибо большое. Thanks a lot. I would like to admit that the work done was only accomplished due to the effort and the contribution of lots of people. These are the people in the regions and working for the assets in particular. On a daily basis they do confirm our capabilities and our international standards. We now have hit a track where the standards would be applied to us and we have to confirm the international compliance. It is important for us. It is going to be a sort of benchmark that we will track. I would like to thank with the BSI company. First of all. Your auditors that struggled but made it. The certification, I mean. Your management and its support within the whole activity. I would like to also thank the Nodal company. I would like to also thank the Nodal company. Hopefully their consultation capabilities will allow us to move forward. I would also thank our management that point sufficient attention to the importance of the event, found resources, supported in the implementation process. And and today event is a sort of logical summary on the certificates that we see on the table as well. Thanks to all once again. The today is a sort of logical summary Thanks to all once again. this part of the event is over. Let's take some more pictures that we will place on our walls later on. Thank you. Let's go. Здесь происходит управление и контроль технологическими процессами и системой промышленной безопасности. Есть диспетчерские пункты на каждом предприятии, мы их дальше покажем. Есть 7 региональных производственных объединений. Мы имеем 7 региональных представителей, которые аккумулятят ассетты и мина. Созданные едино-диспетчерские аналитические центры. У них уровень тактического управления производством на первом уровне. Третий уровень это Москва, это находимся мы здесь. Вот в качестве примера проведены это первый уровень. Диспетчерские на шахте Кирова, разрез Майн Кирова, разрез Нагорский Open Pit, обогадительная фабрика, Турнуйская Плант, Еревского Майн. Аналогичные диспетчерские центры на всех предприятиях первого уровня. В качестве примера это приведенный едино-диспетчерский центр в РПУ, это ЕДАС в Суэк Кузбассе. Суэк Кузбасс, the regional representative office, got an integrated analytical and control center. В дальнейшем мы более подробнее остановимся на этом деле. I will give you more details on that later on. Следующий. Ну, в целом, вот такая у нас построена система, единое информационное пространство Суэк Кузбасса. Здесь ситуационный центр, он еще и является штабом чрезвычайной ситуации, это 824-я аудитория. есть. So, we got office number 824, which is a local emergency management situation center. В случае черный ситуации, там организовывается большой командный пункт. In case of emergency, there is a major commanding point being established there. You've never been to that office, didn't you? Там позволяет нам большое помещение, выводится также экран. Ну и в целом основные системы, которые у нас организовываются, это вот... So, what sort of systems do we manage? Here's an example. Единственное информационное пространство на применение решения инженерных задач. Редактор субтитров А.Семкин